Сейчас прибудет. Своё белое золото Наталья Качай бывало выносила ведрами. Ещё зимой оно стоило 22 рубля за литр. Цена небывалая. Женщина держала 8 коров и думала купить ещё, а вышла наоборот. В марте распрощалась с четырьмя бурёнками. Закупочная цена на молоко рухнула. Мы отдаём вот литр молока 14 рублей. Вы в городе сколько покупаете? Лимонад сколько стоит? Вот сколько? 50. 50. Разница. Есть? Мы, чтобы прокормить коровку, да, мне надо на день, я покупаю тюк сена, полторы тысячи. Ну, на дня четыре только хорошо. А это местное стадо, вернее, то, что от него осталось. Почти столько же сдано на мясо. К примеру Натальи последовали и другие, услышав, что 14 рублей за литр – ещё не предел падения цены. В такой ситуации сдавать бы больше молока, рассуждают жители. Да выделенный подпастбищ и участок сплошь сухостой. Фермер Владимир Симонов для своих коровок даже оформил в аренду гектар в поле. Только живую травку будут уже бараны. Искусно покрывал коров, выводил породу. Больше 30 литров давали, 36, 40, 42 давал корову. Пришлось убрать кредиты и продал 13 дойных коров. Продал как мясо. Осталось, можно сказать, ничего. Два телёнка осталось. И вот, чтобы мне пастуха держать, ещё взял у населения телят. В поисках лучшей цены некоторые жители пробовали сдавать молоко напрямую переработчикам. Алекс Савенко выдержал пару месяцев и сделал вывод. На заводах таких энтузиастов, как он, не ждут. Там такие требования. Туда хоть сливки заноси. Вы оставили жирность такую же, как в общем. Конечно, выгоднее общаться с перекупщиками. У них-то наш. А наши, там сколько, 200-300 литров, для нас ничего не значило. Крайне низкая закупочная цена на молоко и в других районах. Так, в Михайловском литр стоит 13 рублей. А по сообщению специалистов антимонопольного управления, минимум по краю 12 рублей. В 4 раза меньше, чем литр молока на полках сетевых магазинов. Переработчики объясняют, на рынке переизбыток молока. Грубо говоря, 2,5 миллиона литров в сутки дает сельское хозяйство. Их нужно во что-то переработать. Только молочные продукции у нас в Сибири не съест. В Министерство сельского хозяйства Алтайского края жалобы на низкую закупочную цену поступают регулярно. Большинство – отличных подсобных хозяйств, которым господдержка не положена. Животноводческие фирмы могут рассчитывать на молочные субсидии. В среднем 50 копеек за литр. Проверки низких закупочных цен в крае продолжаются. Управление Федеральной антимонопольной службы намерено проверить версию переработчиков по формированию именно такой низкой цены на молоко. Производители надеются, что случится это раньше, чем в селе не останется ни одной буренки. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова